здорово ребятки это врыв из будущего хотел вам рассказать вообще о чем получился ролик потому что там сразу начинается с экшена и может быть непонятно вообще про что будет видос так вот видос здесь про то что я пригласил трех своих бывших учеников с годового и полугодового курса по подготовке к огэ по физике и попросил их поделить своим опытом я конкретно задавал каждому из них примерно одинаковые вопросы и предлагаю вам послушать здесь как они на них отвечали какой у них был уровень как они справлялись со своими домашними зданиями с объемами которые предлагаются девятиклассникам пройти да там ко всем экзаменам подготовиться к физике в том числе в наш физика далеко не самый простой экзамен и они все это вытащили вытащили на пятерки поэтому предлагаю вам сейчас познакомиться с их опытом и возможно что-то даже перенять и погнали привет эрик привет варя привет карим претра эрик получается мой земляк ну почти почти мы сейчас выяснили просто что мы находились двух двух двухсот двадцати километрах мы сейчас здесь будем говорить про твою подготовку чтобы это было полезно для тех ребят кто там следующем году будет готовиться я из тамбовской области из сосновки закончил девятый класс мне 16 лет зовут карим я из города нижнекамск из татарстана закончил девятый класс учился на полугодовом курсе сушат и разговариваешь на татарском с детства разговарившим надо у меня родители татары все сушат и типа билингвал или ты сначала на одном языке говорил так сразу и русский татарский блин прикольно прикольно это татарского мою языку на олимпиады ходил типа в татарстане именно такие олимпиады есть на угар и чё как успешно прошлом году там призером стал в этом году уж так не хотел но завалил я понял какой у тебя был уровень в начале девятого класса у меня уровень был ты не совсем понимал как использовать как я помню в начале девятого класса я решал пробники на двойку с натяжкой на тройку мне кажется вот так было а где продал забрал пробники да просто с решога брал и решал вот и потом я занимался оффлайн с репетитором мне это как-то не очень особо нравилось потому что однотонное занятие просто проходили как бы пробники решали каждый урок и все особо так много информации проходили а то есть себя репетитор готовил прям по вариантам ого просто да ну да можно и так сказать конечно объяснял темы которые в школе не понимал так скучно обучение насколько ты так прозанимался а то есть ты на полгода он до занимался мне прикольно и там у вас в поселке соответственно есть свои школы у нас две школы в одной из двух школ и как расскажи про уровень 7 8 класс у меня вообще три года были три разных учителя 7 8 класс прямо у меня был такой хороший а девятый у меня был никакой ну смысле он был я понял от обновишь бывают просто проблемы типа что таких поселка городского типа просто знаешь нет учителя физики просто ну почти как у нас есть а еще не так уж он и маленький у нас много учителей но просто конкретно к экзамену почти никто не готовит который один человек который исключительно к егэ типа когэ не берут а почему так то есть один хороший вот учитель который готовит к экзаменам но он отказался брать типа он всех вот и одноклассников мы потому что ну исключительно это по физике да в смысле отказался брать на репетство да да раскрой эту тайну сколько стоит репетитор в поселке городского типа хорошему по физике не знаю сколько у него конкретно так ну рублей 500 600 7 ну до 1000 до 1000 в час а за несколько длится час а да он типа два раза в неделю ты к нему приходишь по часу до два раза не знаю вообще берут они два раза обычно по одному сразу неделю типа это очень мало а он я вот сейчас думаю он типа готовит к егэ за один час в неделю до сколько в учебном году недели это 9 месяцев 207 из нее это сколько сколько недель 207 месяцев 27 дней подели 270 делить на 7 это 30 ну 38 недели до типа того 38 часов хватает человеку получать чтобы подготовить кега но это кстати уникальный кадр надо с ним будет пообщаться и что ты говоришь какой у тебя уровень был начать девятого класса механика была чуть-чуть так пола гидростатика вроде было уже конкретно допустим ты пробники писала же 1 на курсе я пробник написал вот он был незадолго после старта там был проходной балл какой-то наверное ну да не так уж и плохо там ну ладно ну вот а под по твоим личным ощущениям ты закончила восьмой класс перешла в девятый если ты не помнишь результаты пробника то как у тебя было программа школьная была хорошо 8 класс прям прекрасно что там электричество у нас в конце был прям очень хорошо а ты кстати какие предметы сдавала информатику короче стандартный технический набор да расскажи какой у тебя был уровень в начале девятого класса начале девятого класса у меня был уровень тоже как сказать я писал вообще пробники на 20 баллов ну а так я был отличником в школе то есть школьная программа у тебя хорошо шла а огэ ты писал ну типа бога писал не очень да у нас 34 так было то что она то уходила то приходила вот так вот еще очень плохо объясняла ну например там какая-нибудь тема она такая 1 1 1 ты чё не понял что ли вот так вот если спрощение может и два влепить так сразу правильно что ближе стих вопросов не задавал а что значит приходь кто приходил то уходила ну типа на больничный уходила вот так вот не стали нестабильно было она у тебя одна и та же была в течение всех трех лет да ну это хорошо кстати несмотря ни на что лист один тот же учитель это это хорошо после получать первой четверти ушла полностью на питье а еще вы делали остальные три четверти второй четверть мы просто просидели тупо ничего не делали пустые часы были а потом к нам почта замена и мы просто каждый урок по 3-4 тему так вот делаем я тип побыстрее чтобы спать пройти до а кого вообще не готовить можно сказать а когда ты пришел на полугодовой курс то ты тогда пробники насколько писал ну на 25 уже четверку перешел границу да ну да а ты как-то готовился еще к угу честно нет понятно ты каких с эти экзамены выбирал русский матча и русский матча инфа ну и физик пони короче отлично у меня сегодня 3 3 3 человек то у меня на подкасте и все втроем выбирают и вот этот стандарт набор технический много физику информатика надо а как ты понял то что тебе нужно там уходить от репетитора и искать какие-то другие дополнительные занятия ну то есть скучно понятно но обычно никто не рассчитывает что будет типа супер весело зарубить это заниматься да я понимаю но мне всегда больше нравилось как бы онлайн обучение просто сидишь комфортной обстановке себя в комнате можешь любой момент включить решить домашку как бы больше разнообразия как мне кажется тоже ты говоришь у тебя есть сестра да она когда готовилась к экзаменам она с репетиторами готовилась да я думаю с репетиторами но тогда онлайн репетитор уже не было вообще давно но это уже сделал ну да да ты получать сперва открыватель и тебе не было страшно потому знаешь есть такие то что люди думают там вот в онлайне там не хреново подготовят или это вообще заберут деньги не курсами да нет потому что я до этого еще программированием занимался но я уже примерно понимал что это такое а где занимался в разных школах как ты выбирал курс почему выбрал именно мой если про вас вроде бы я смотрю на ютубе всякие видео и вот наткнулся на твои там карелес и тик токи тоже вначале когда я вообще начал учиться на твоем курсе я не знал что это именно твои тик токи когда ты поправил старте физики учил они мне прям заходили эти видосы постоянно смотрел интересно было что это я да я сначала вообще почему ты не понял потом когда понял что это вообще твои видосы тоже ну обрадовался потому что реально круто а так нашел тебя и даже вот просто гуглил как бы школу онлайн для подготовки видео но если большие видео да да вот больших видео ты меня узнал прикольно прикольно как ты тогда поняла что тебе по физике нужны дополнительные занятия конце восьмого я об этом задумывалась как я буду готовить мне же нужен был аттестат красный из красного аттестата я не выживала сама на пятерку я не сдам да почему почему сама на пятерку не дашь когда ты готовишь сам ну стимул какой-то нужен типа взять это открыть почитать учебник решать задачи а тут приходишь каждый день бежишь после школы там у тебя последняя жизнь осталась срочно сделать домашку я понял короче это мотивация была для тебя дополнительно как ты выбрала именно мой курс конца августа наверное уже зашла к сани на и у вас был совместный что-то там решали короче прям я захожу минут проходит вот азат всех не будите классики давайте это лучшее вообще кого вы можете найти но я посмотрел мне понравилось подачи материала на веб зашла на один я не помню что там было что-то было мне понравилось все короче я решил писать там еще предсписок был какой-то я помню там скидка была я решила остаться взять и не пожалел короче санек меня это прорекламировал а просто про саню честно понятия не имею где-то в тиктоке наверное видос увидел почему ты смотришь что такого в этих занятиях там стали с гитарой потом приличный что попался короче да что ты начала говорить однокласснику тоже я в классе там у нас прям человек пять наверно собирались давать а физику но в итоге осталось двое я типа такая ну вот запишитесь это уже после первого занятия было вот казату запишите вам все понравится будет круто один мальчик записался сходил он посмотрел несколько занятий сказал мне не мое это там еще что-то домашку делать надо а и он просто отказался от физики да понятно когда ты понял что тебе нужны какие-то дополнительные занятия и подготовка ну как раз таки когда учительница ушла огромные пробелы образовались а то есть когда вот пришел новый учитель да и вы начали быстрее быстрее бежать по темам но нет до этого до еще но до начала до нового года получается и какие-то варианты рассмотрел почему именно курс выбрал мой я уже давно был подписан так там все твои тик токи там шорт смотрел ты знал да то что типа у меня есть шорты и то что у меня есть курс да да хорошо потому что эрик сейчас тоже полугодового курса парень он сказал то что он типа был подписан тоже смотрел мои шорты но не знал о том что это я попал ко мне на курс независимо от шортов давно меня просто уже знал и когда стал вопрос ты пошел ко мне я сразу уверен так уверены были какие-то сомнения типа у тебя или у родителей насчет того что вот это все в онлайне там мошенники там какой-то препод плохой и там деньги заберут курс не дадут так что ты был такой вот то что мошенники нет уж я сразу был уверен но так страшно ли как там хорошо плохо вот я говорил то что намного лучше уж чем но нашу тикеница на первом месте родители спрашивали надо интересовать я понял хорошо как вообще выглядела там не за твоя неделя твоя подготовка на курсе что-то делал там вебинар домашки но все вебинары в онлайне я смотрел не так часто мне как бы времени не совсем получалось не садилась немножечко и вот под вечерок приходил домой там после того как домашку школу сделал все дела закончил на 1 и 7 5x 75x ставил и с кайфиком за часик просмотрел лэптик вещь ну кстати вот на больших скоростях про нормально впитывается когда были всякие вставки там с разных аниме они намного смешнее выглядели на ускоренном видео и тысячи такой типы ну я с уважением отношусь на x2 не ставлю сразу после веба а вы бы ты смотрел получается типа ну после школы следующим днем да потому что по твоему времени получается у нас начиналось вообще восемь на этом не очень было удобно а домашка сколько занимала по времени домашка на самом деле не так уж и много занимал пробник может занимали времени минут по 40 я думаю по часу может быть когда-то побольше когда качественные задачи там прям сидел пытался все сделать на листочках вот обычные домашки но я думаю за полчаса за минуту за 20 получалось сделать то есть у тебя в принципе подготовка была вообще ну типа не хардкор это там а в школе какая-то готов к вас бываешь и в школе да тоже просто готовили наш класс ты сам в конце еще говорили про лабораторные работы но у тебя их в первую очередь посмотрел перед тем как в школе рассказали там я получается все уже а в школе это был типа там третий час физики в неделю да на то чтобы вас кого готовить да прямо не понятно понятно стандартная стандартная история а ты помнишь насколько ты написал пробник свой первый на полгода только один или два твоих пробника на пятерку и там было далеко к таким высоким баллон как как я на самом деле написал вам все это преподносит все эти экзамены но намного страшнее чем они на самом деле придете просто отстреляетесь там туда сюда и все у эрика опыт такой что физику можно выбирать и нормально тащить ее на физику выбирать как по мне самый интересный предмет вообще физику знаешь очень хорошо просто разбираешься в ней видишь какую-то тему просто в природе что-нибудь интересное и ты понимаешь как это работает это тоже очень интересно когда ты когда я узнал на какой балл я очень много не гаски никогда еще так не радовался таком высоком баллу по угле точнее мне кажется я еще никогда так не радовался как настолько высокого балла по углу а сколько ты получил был 43 45 набрал вы вообще бомба за что сняли на самом деле вообще такие глупые ошибки мне были вся вторая часть абсолютно полностью правильно первой части 19 номер был а это я не не смог ответить за что отвечает психометр что он делает там прям ну какие-то слишком сложные формулировки были я так понимаю что он измеряет влажность но там не намного было на это 18 значит типа по устройствам а до 18 вот и еще в каком-то задание глупая ошибка я 20 ньютонов не смог перевести в килограмм хорошо что ты не смог ньютоны в килограмм это так не переводится ты не смог там силы тяжести ты мишу допущен а я понял давай теперь про твою работу на курсе про той подготовку расскажи как она вообще строилась какие-то может сложности были на курсе типа было такое что вот ты что-то там не поняла на вебе тебе пришлось пересмотреть или пришлось написать куратору там насти часто такое бывало ну насти касаюсь чтобы оказалось того что я прям что-то не поняла ни разу не было я не писала ей по поводу там физики самой конкретно ну пересмотреть да пересмотрел там не знаю какие-то сложные темы не помню какие но механику я пересматривала потому что для меня это самое тяжелое сетро издела и домашку тоже я прям искала конкретный момент где ты это объясняешь могла прям по нескольких раз пересматривать что до меня дошло как это делать а то есть ты была тем человеком который смотрел разбор домашек да не не домашек занятия самой открывала и на занятии типа где ты объясняешь этот фигню я смотрю разбор домашки я ни разу не открывал честно да я понял что они мало кому интересно ну и записывал для каждой ну самая легкая кпд ты начала говорить то что в механике у тебя были какие-то проблемы а какая у тебя вообще была самая сложная тема какая тебе кажется не знаю там все сложно было но там типа ну просто она мне сложно давалось там некоторые задачки на какое-нибудь равно ускоренное движение типа да нет равно ускоренное нормально оно легкое а вот движение с ускорением наверное вот уже когда подожди а равно ускоренное это что такое ну ладно нормально так даже веселее ну по окружности вот это вот все а я помню что это достаточно легко воспринялось ну ладно а сколько у тебя на подготовку уходило времени там в каждый день ты занималась и в неделю там выделялось сколько-то раз часа два на домашку в общем в неделю это максимум прям ну и занятия сама иногда на 2x на 2x это вообще получается там 40 минут ну не 40 минут ну час час ладно типа четыре часа в неделю вот это и 4 подходе в школе вообще нет ничего а так типа сама я что-то где-то отдельные я почти не смотрела типа вот чисто курс концу ближе уже смотрела там качественные задачки прорешивала насколько ты баллов сдала но это сложный вопрос почему а потому что у меня сколько за лабу три балла ну у меня их снялишь просто так я тебя там писал на совсем короче кому-то поможем писал когда мне результат пришли за лабу мы так и не разобрались за что те сняли конечно там все правильно а за качественное тип наоборот сделала абсолютно я там все доказала свою точку зрения все им расписала ну короче все наоборот а у тебя неправильно был ответ да да вообще абсолютно без лабу тебя сколько баллов 41 42 блин у меня качественная после текста который неправильно за нее и за лабу 0 за качество 0 и за лабу 0 это 40 а расскажи как у тебя строилась вообще подготовка на курсе ну типа как там у тебя вебинары как ты делал домашку как время распределял очень про это скажи первое время я ну прям прям прямые эфиры смотрел все домашку делал сразу вовремя после того как смотрел после февраля получается у меня уже начались олимпиады я не знаю каким то образом ну попал на все рост по технологии его там у меня времени вообще не было смотрел но по большей части только в записи на ускорение да на 21 25 полтора ну в 12 часов там заканчивалась вот так вот уже спать захотелось некоторые темы плохо плохо уже изучил вот домашку уже делал прямо в последний срок там в 9 до 2 нужно заканчивается я ну 20 30 уже там начинал только короче жизнью тебя пропадали да и это не пропадали кстати нормально все было а да ты успевал все время прикольно а дедлайны переносили тебе крайне срок задачи да а ты с куратором да с куратором нашего прикольно прикольно и ну понятно что там у тебя все наложилось сложно оценить а вот потом когда закончились олимпиады в неделю ты сколько тратил часов я смотрел только твои вебы и домашку дел ну со 233 то есть сами вебинары да с ускорением это наверно где-то часа сколько суммарно вернул часа полтора до полтора даже нет день полтора два с половиной потому что несу за 2 до 2 воды где-то два с половиной часа сами вебы она домашку сколько у тебя времени уходила час час полтора максимум уже это хорошо то есть у тебя фактически там меньше шести часов неделю занимала подготовка и ты при этом добрался до таких высоких ты достать насколько говоря баллов сдал на 43 баллах то есть я всего два балла с ней ты помнишь какие задания на 22 в качественные на качественные задачи там я даже помню про компас была или металлическая что ли вот так да 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 блин интересно то есть ты вообще ноль сделал ошибок в первую часть это круто я сам шоке был у меня на кроликах курсе у меня всегда там 36 37 это сужен ты вор 3 но ты всегда на пятерке писал получается а домашку ты делал в день вебинара на следующий день или прямо в день следующего бинаров на дедлайн когда как получалось иногда сразу дел домашнюю работу иногда переносил ну старался как бы подходить получать соответственно до курса зачем нужна подготовка кога ну вот конкретно тебе что она дала мне подготовка кога вообще дала много всего я познакомился с большим количеством людей интересных группе в которую ты добавил нас с курсом эти ты получил эмоции да ну то есть конечно и конечно результаты какие еще экзамены сдавал я сдавал информатику еще на а по другим предметам от русский математика инфа у тебя какие оценки у меня по всем предметам пятерки кроме математики по математике там одного балла не хотела до пятерки я после того как с аудитории вышел сразу понял свою ошибку тоже очень обидно было что я сразу понимал что у меня 4 я знал что у меня все задания правильно были математику тоже знаю неплохо но очень глупая ошибка там было что мне дала подготовка кога ну самое главное это еще знание которое буду применять в десятом одиннадцатом классе я же все равно егэ тоже буду сдавать и эти знания необходимо по физике вы задавали да да но это сто процентов сто процентов поможет тебе расскажи вообще вот после того как у тебя прошел этот год какие у тебя ощущения смысле того что тебе дала подготовка коге и посоветуешь ли ты вообще другим ребятам готовится к уге просто кто-то думает что уге можно сдать там просто знаешь за две недели подготовить не она на тройку в принципе там не знаю месяца за два можно а чтобы хорошо сдать весь год над которым с тобой не знаю не знаю мотивация должна какая-то присутствие то есть если самому готовится сдавать но можно забить на это через месяц там не знаю вспомнить на первом пробнике что оказывается ты что до сдаешь что почему-то надо готовиться но пятерки уже не будет 4 но это если за две недели готовится да ты тут это вообще самый самый правильный путь выбрал готовит равномерно с равно ускоренном плату ладно в три месяца уже прошло это допустимо что вот ты чувствуешь после того как сдала угетом на около максимальный балл база хорошая конечно сани говорит что она не пригодится потом особо все заново не ну так блин и я тебя тупой не чувство хотя бы ну так ну что-то я помню смотрел какие-нибудь там егэшная задача уже пару вебов к сани нашла я решила просто лет отдохнуть вообще никуда не заходить ничего не делал и в десятый бас уже жестко ботать подготовка к уге кто-то вообще пренебрегает ей и не готовится в принципе к экзамену вот ты как считаешь что тебе дала подготовка к уге советуешь ребятам готовиться ну да надо готовиться конечно безусловно подготовка к уге вырабатывать дисциплину уже много и на егэте уже будет получается легче готовиться у тебя уже будет примерный план по которому ты будешь готовиться ты занимался на полугодовом курсе у тебя было такое что вот ты бы лучше попал на годовой ну и подольше позанимался ну я думаю да лучше на готовой мне еще не хватило полугодового курса цепной пёс вроде купил и интенсив уж поэтому по датлайном не успевал понятно понятно какие-то негативные моменты расскажи чтобы чтобы тебе не нравилось подготовки чтобы ты хотел поменять может это будет советом для ребят которые будут сдавать очень неудобно было когда просто ленился или еще из-за чего-то пропускал в они потихоньку так накапливались один первый лап накопился лишний второй очень страшно когда ты смотришь что у тебя три нерешенных веба не просмотренных по два часа и три дома но все равно за выходные как бы можно это сделать не так уж и критично его цвету просто делать все по времени соблюдать все это и будет вообще легко сушь ну слава богу система жизни есть у тебя где оставалась одна жизнь до когда-то из куратором был теперь носили дедлайны часто переносили не прям часто такое бывало что я пропускал какие-то в этот но пару раз такое бывало что накапливались так что было бы получше сразу все делали расскажи чтобы вот ты оглядываясь назад хотела поменять свои подготовки но это должны быть какие-то знаешь хорошие советы для ребят которые вот планируют готовиться чине года на курсе конкретно не было времени там иногда не хватало в школе загруженности вот это все на домашку делать срочно там советую домашку делать на следующий день после занятия потому что потом половина из головы вылетает и ты про нее забываешь в принципе про ее существование потом насти пишет почему ты не сделал домашнее задание это часто оставалось одна жизнь да нет пару раз оставался ну две точно вот прям трех ни разу не помню ты домашку прям на вебе делала когда-то до домашку не этого домашку прошлого да так пожалуй получше а дедлайда часто переносила на пару раз ну 1 5 не вообще за год это не очень много это это в порядке еще зимой уезжала в лагере на две недели и там прям не хватало времени жестко там переносила да мне потом пришлось прям логов 5 пересматривать но я помню что ты пропала как-то зимой на время был такое мы тебя искали всем чё-то ну хорошо то есть ты в принципе типа была добропорядочным курсовиком и на вебы ходила и домашку делала да и все пробники написала до пробники все написал тестовую часть я побольше бы решала отдельно не то что там конкретно на курсе потому что но в тестовой части намного легче там баллы потерять чем во второй типа 2 часть те же самые задачи двадцать пятый двадцать четвертый за них нереально ноль баллов получить хотя бы какую-то формулу ты напишешь у тебя уже как бы там один-два балла есть а еще тексты тексты вот эти дебильные тоже побольше почитал потому что если бы мне попался все таки текст я качественную сделал правильную задачу потому что первый раз я видела вообще что это было все остальное как бы я уже видела на курсе уже все проходило а этот текст и не знаю вообще потом пытался в интернете найти нигде не нашла его ну тексты да это типа просто какая-то рандомная штука которую надо практиковать да получается несмотря на то что хотел бы побольше порешать тестовой части ты все равно в тестовой части ошиблась 0 раз да да я до сучасти разные шанс я не так уверена в ней было как во второй во второй вот я была уверена типа 25 и 24 я была прям как ли все правильно решила текст да текст когда под вопросом был а все остальное там что лавы что 20 вот эти вот последние задачи для меня это легче было намного чем тестовая теперь давай про какие-то негативные моменты расскажи что тебе вот в твоей подготовке не нравилось чтобы ты хотел в ней изменить ну то есть чтобы вот ребята которые будут готовиться знали что не нужно делать какие советы вот ты поймал не надо откладывать все на потом надо делать сразу вещь потому что потом у тебя не будет времени и ты просто забьешь на это у тебя ну грубо говоря закончится жизни и ты выйдешь из курса так хорошо типа ну делать просто все своевременно да это вот это очень важное качество которое очень трудно в себе выработать хорошо еще больше ничего не было все остальное тебе нравилось в этой подготовке все нравилось особенно как тебя там но во время без наркотики общаться до банили всех да это было спешно кстати расскажи еще про свои планы на будущее но мы уже поняли что ты будешь сдавать егэ как будешь готовиться к егэ какие там вузы рассматриваешь планирую сейчас тоже с каким-то репетитором готовится в десятом классе тоже скорее всего онлайн очень хочу родители конечно очень хотят чтобы я онлайн занимался тоже не как ты говорил не очень доверяют онлайн репетиторство вот как многие родители но мне очень нравится он по онлайну заниматься я постараюсь говорить и вот 10 11 класс хочу суммой на репетиторами заниматься дать егэшечку и в какой-нибудь хорошенький у вас в москве поехать так даже да у тебя же уже получается был очень позитивный опыт в онлайне почему не дай интересно осталось да я не знаю почему все равно мои родители думают ничего не делал я даже подхожу показываю все вот это все сколько там 40 50 уроков прорешенные под по два часа и у меня не укладывается в голове что каждый все вот эти 50 уроков по два часа мог просмотреть и решить одомашки интересно смешно ну я потому что знаю что есть такая проблема с недоверием но забавно что типа она вот прям сейчас я из первых уст про нее слышу хочешь готовить с репетитором один на один да мне кажется тоже такие вебинары всякие домашки тоже очень удобно так и планирую делать я знаю тут существует один курс вообще-то для 10 класса типа реклама прям на вебинаре серьезно ты слышал про то что меня есть курс для тебя там понятно я думаю типа если до тебя не дошла информация так типа искренне говоришь типа думаю еще очень удобная акция приведи друга а ты занимался только на одном курсе да потому что раз уж мы начали то те кто смотрят должны знать что у нас с этого года можно заниматься на нескольких предметах дополнительные скидки серьезно прикол а тебе типа на на физику дали доски нет нет не просто денег кинули а ну тогда в прошлом году так можно было в этом году уже нельзя это денежка и оплатил тут расскажи какие у тебя планы на будущее ну там 10 11 класс вуз или у тебя уже есть планы там по работе у меня пока кроме 10 11 она не знаю вуз смотря как я сдам яга а какие вы желаете физику и профиль математику информатику хотела сначала тем более физику и час упрощают сильно а я видел там что сколько задач убрали а в математике добавили одну но это всем это всем поднастрали а тут физиком жизни простили на информатику я не захотел сдавать вообще связываться хорошо а вот физику что-нибудь и работаю и вуз и работа близко к сердцу у тебя есть какой-то вуз который ты уже там здесь рассматриваешь но их много из тех физика вышка мои я смотрел тоже не за мне понравилось ты в москву хочешь я хочу в москву это зависит от того как я сдам экзамен олимпиады будешь планирую планируешь заниматься олимпиадами если бы они были на курсе то с радостью а сама я пыталась летом смотрела что-то вот это все непонятно и очень сложно поэтому если не выйдет на курсе олимпиад а ты смысле ты на каком курсе твои планы на будущее что планируешь делать десятых одиннадцатых классах какие г выбирать может ты уже вуз я присмотрел работу я пойду по техническому конечно в десятом классе я хочу преимущественно получается олимпиадами заниматься там по информатике но и по физике тоже по возможности но у нас учительницы нет поэтому самому заниматься это тяжелее будет я так считаю а егэ по какому предмету планируешь давать все-таки информатику только выберу физику потому что не знаю в смысле не знаешь физику нет не знаю буду ли или нет планирую поступить в физику конечно но и куда я хочу там только информатика я понял я понял ты говоришь то что типа в школе тебе учитель с олимпиадами может помочь да по информатике ну да она более меня услышит отзыв от себя ну да вроде занимается поржет тоже спасибо тебе большое что что пришел у тебя есть какое-то напутственное слово для вот будущих девятиклассников которые там выбирают экзамен который думают как готовится если я написал все его г на 5 почти кроме математики издал физику на 43 45 хотя он был не самым лучшим вообще учеником в классе у меня из города как я понял вообще самый высокий балл по физике нихрена себе да ну город маленький очень все 60 тысяч человек у нас в одной школе проводилось все жесть и это все без ответов у меня то я вообще ответы не смотря самое главное все полностью решил сам по физике не бойтесь главное даже если у вас тут ничего страшного в этом ничего такого страшного нет спасибо тебе за ответ на вопросы финальное напутствие для тех кто сейчас выбирает экзамены и будет готовится к ним течение года сдавать физику и обязательно иначе физику не сдать как уже человек сделавшие хорошо спасибо тебе что пришел я у тебя еще хочу хочу тебя спросить еще какое то есть напутствие для тех ребят кто вот сейчас выбирает для себя экзамен кто-то будет готовиться к этому экзамену в течение девятого класса в будущем девятиклассникам какой-то даже напутствие выбирайте тот предмет который вам больше всего нравится и сразу надо посмотреть куда можно поступить какую работу можно выбрать может а ты кстати говоря вот физику выбрал почему математику любил то у меня все хорошо получалось ну и на олимпиадках я стал по математике тоже ну и само собой пришло по математику люблю а физика как бы около около этого до подходящие нет ну я и на муниципалках участвовал по физике там хорошо ладно спасибо тебе еще раз давай пока 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 пока